Вы знаете, слово евроремонт, оно такое странное, люди его могут начать, а закончить непонятно когда. Дело в том, что я свой евроремонт закончил, да вот сегодня и сейчас, потому что сегодня и сейчас я собрался повесить туда жалюзи. А где я поставлю себе жалюзи? Вот этот вопрос, да и карнизы в том числе. Так уж получилось, что весь мой евроремонт дотянулся практически на три года, то есть цену исполнилось, а нисколько и не исполнилось, когда я его начал, да? А вот сейчас, два года и шесть месяцев. Естественно, я приехал сюда, на проспект Карла Маркса, 92, в магазин Трек, для того, чтобы купить себе эти замечательные вещи. Ну что ж, надо собраться, чтобы написать сюжет, в котором я, ну мягко говоря, не сведущ. Ну попробуем. Все дело в том, что за своих годах я к проблеме шторы карнизов подходил с опаской. Ну вы понимаете, мужик и чисто женская натура. Но внимательно, посмотрев сегодня на то, что скрывает, понимаю, что то, чем ранее я не пользовался, ну представьте, двушка в Ленинском районе на пятом этаже, однушка там же, но рядом, аквапарк или треха с 250-метровыми запасами, как-то позволяли обходиться без штор. Но жене-то шторы нужны. И вот конец ремонта. Карнизы и шторы. Ранее было как-то такое, когда с другой девушкой я снимал такой материал. Но конторка-то была другая. И честно понимая, что трата будет в 250 тысяч рублей, как-то не хотелось такое-то в свою. И вот сегодня я понимаю, как это надо. А затем уже я сюда зашел, в трек. Мне обсчитали, и я понял, что сумма-то не та. Вот ведь как получается то. Вы знаете, когда мне говорят, что в финальную часть вашего проекта, то есть ваши шторы, впитываются какие-то бешеные деньги, там порядка 100, 200, там 300 тысяч рублей, я, конечно, все понимаю. Но, по-моему, время сейчас не совсем такое. Сейчас надо, чтобы понемножечку и ровненько. Так вот, на трехководную квартиру мы здесь обсчитали, нам все это дело обошлось всего лишь 15 тысяч рублей. То есть понятно, да, что здесь цены не давят. Здесь все делается для вас. И теперь покажем вам, как делается финал или как меняется квартира. Конечно, самый простой вариант – переставить мебель. Но если поменять карнизы и шторы, повесить тюль и массив стены, то ведь тоже красота. Теперь и о том, что ранее не было представлено. Как-то в одном из евроремонтов я сделал в одной комнате сразу два окна. Дело-то было в 2004-м. И кто бы знал, что на сегодня и на два, и на три окна можно загнать все в один профиль. Не знал. Теперь знаю. И я, да и вы. А если не закрывать только одно окно, а совершить процедуру на все? То есть полностью занавесить шторами весь проем, чтобы вы не подумали о размере окна? Да, пожалуйста. Я про то, из чего все это сделано, говорить не буду. Есть и дерево, есть и хром, и много чего остальное присутствует. А говоримся только о том, что в действительности есть. Все запчасти ко всем гардинам и шторам. Отвалилось, не дай бог, что. Купил в наличии. И вот все меняется. Представляете, строй двор. Раньше это было небольшое помещение. Сегодня сейчас это огромное пространство. Я даже не знаю, сколько квадратных метров территории. Но вы приходили раньше сюда для того, чтобы покупать карнизы. Естественно, все здесь так же и осталось. Несколько павильонов. 48А231 мы здесь находимся. И 269. Представляет вам полный ассортимент того, что раньше-то и было. То есть вы приходите спокойненько здесь, жители Орженихинских районов, покупаете карнизы. Ну а почему несколько павильонов? Так это все просто. Ну нет возможности все складировать в одном месте. Вы представьте, все и в одном. Тогда вам места-то там и не будет. И руководство фирмы идет к вам навстречу. Да ну и пусть несколько продавцов. Зато вам ведь легче-то. В одном выбрали в гостинку, в другом в спальню. А в третьем в детскую. Ну или разом и везде в свой драгоценный дом. Ну и завершаем мы свой рассказ здесь. Рядышком с южными границами города Магитогорска павильон «Строй двор». Конечно он увеличивается в своем объеме. Но тем не менее несколько павильонов, в которые вы абсолютно обязаны зайти, если вы в конце концов решили закончить свое жилище. То есть что еще делать? Карнизы и шторы. И эти павильоны 48А231 и 269. Продолжение следует.